О санкциях и о том, что сейчас происходит в Беларуси, поговорим детальнее с главным редактором сайта Беларуси, Хартия 97, Наталья Радина, в нашем эфире. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, много сейчас внимания все-таки уделено санкциям против Беларуси. Как вы считаете, этот список обсуждаемых ограничений, о котором только что говорил Андрей, он достаточен? Вы не раз отмечали в наших эфирах, что Лукашенко боится санкций. Безусловно, Лукашенко боится санкций, их необходимо сегодня усиливать, синхронизировать санкциями в отношении России, тщательно отслеживать исполнение этих санкций. Потому что на данный момент мы видим, что уже 4-5 последних пакетов Евросоюза Беларусь не входит. Это позволяет России обходить санкции через территорию нашей страны. Более того, мы видим, что санкции не исполняются, поскольку продолжается торговля со странами Евросоюза. Например, в ЕС поставляется продукция деревообработки, белорусская продукция под видом кыргызской. В Евросоюз идут также белорусские удобрения под видом узбекских. То есть постоянно нарушается сам режим введенных санкций. Поэтому необходимо в первую очередь закрыть все эти лазейки. И тогда это окажет действительно давление на диктаторский режим в Беларуси, который сегодня поддерживает агрессию против Украины. Также мы знаем, что действительно в Беларуси идут и техника, очень много техники. По документам она направляется также якобы в Казахстан или Узбекистан. На самом деле она остается на территории Беларуси и России. Поэтому, конечно же, необходимо усиливать эти санкции, включать в Беларусь 10-й пакет санкций ЕС. Необходимо отслеживать санкционный режим, а также вводить вторичные санкции против государств, которые позволяют российской и белорусской диктатуре обходить санкции Запада. Вы знаете, Наталья, у нас сейчас в эфире был представитель Госдепартамента США Андреа Каллан. Мы тоже говорили о том, что Госдеп США буквально недавно, неделю назад, объявил о введении визовых ограничений против 25 человек из Беларуси, в том числе депутатов парламента республики, за преследование оппозиции и подрыв демократии. Говорится, что эти депутаты оказались под этими санкциями, в частности, за их роль в принятии закона о смертной казни для лиц, осужденных за якобы попытки терроризма. Что думаете о такого рода санкциях? Это не санкции, это скорее символические шаги, которые предпринимаются. На самом деле по режимам бьют экономические санкции. Поэтому весь режим Лукашенко приступит. Поэтому необходимо перекрывать для него все лазейки, возможности зарабатывать сегодня деньги, торгуясь со странами Запада. И это действительно то, что может ударить по диктатуре. И еще о диктатуре. В Беларуси ежедневно кого-то задерживают. Сейчас стало известно, что появилась новая распространенная тактика доносов. Возможно, не новая, ошибся сейчас. Удивляет из последнего вот, что провокаторы появились уже в известной всем чат-рулетке. В частности, речь идет о 41-летнем Юрии Комаре из Мозыря, который общается сейчас с белорусами в этом чате. Он узнает у людей их гражданскую позицию. И тех, кто поддерживает Украину или критикует Лукашенко, он, по сути, просто сдает силовикам. Наталья, что скажете и о системе доносов, и о том, что даже мимо такого видео, которое появляется в сети, вот из этой чат-рулетки, не проходят мимо спецслужбы? Ну, я бы говорила здесь не о практике доносов, потому что нужно понимать, кто действует в таких ситуациях. Это просто агентура спецслужб, это офицеры спецслужб, то есть это сотрудники спецслужб. Но единственное, что я могу сказать, что в этой ситуации, в белорусской ситуации, конечно же, общение через чаты, любые цифровые истории крайне опасны. Поэтому, естественно, нужно быть максимально осторожным и не оставлять там свои данные и не попадаться на эти уловки. Да, вы знаете, мы вот подобрали из последнего, за что осуждают людей в Беларуси. В октябрьском суде Гродно осудили Андрея Мацонко за оскорбление Лукашенко. Судья назначил мужчине один год лишения свободы в колонии в условиях общего режима, об этом сообщают правозащитники. Он написал свое мнение об этом диктаторе в Одноклассниках. А его пост во время мониторинга соцсетей попался милиционеру. И еще уже в московском суде Бреста осудили Александра Труша тоже за оскорбление Лукашенко. Он назвал его предателем и фашистом. Все это произошло во дворе, при свидетелях. И россиянка, услышав это, позвонила в милицию и тоже донесла. Кажется, что это все новости из какой-то другой реальности. Но это ведь истории всех настоящих людей и настоящей судьбы людей. Нет, ну безусловно, в Беларуси сегодня творится настоящий террор, по сути такой геноцид против народа. И вот эти все истории, ну это, во-первых, свидетельство того, что власть боится. Власть понимает, что люди ее не приемлют, люди ее ненавидят. Поэтому, естественно, пытается запугивать общество. И все эти истории о том, что якобы есть доносчики, что об этом кто-то рассказывает, кто-то сказал, а кто-то донес. Ну это же тоже, мы же должны понимать, что так работает пропаганда, для того, чтобы запугать еще больше людей, чтобы они думали, что все их слушают кругом, а только сторонники Лукашенко, и ты вот скажешь слово против, об этом тут же донесут. Нет, это не так. То есть это все пропагандистские истории, чаще всего. Поэтому, ну для меня это просто свидетельство страха режима Лукашенко. Он прекрасно понимает, что его положение крайне неустойчиво. И он сегодня, да, пытается удерживаться у власти с помощью своих карателей, силовиков, спецслужб, но понимает, что народ, общество его ненавидит. Наталья, расскажите о своем опыте. Вы ведь тоже в свое время побывали в СИЗО КГБ. Вам удалось вырваться из этих когтей спецслужб. Это были события в вашей жизни более 10 лет назад. Вот если сравнивать все события тех десятых годов и нынешние, что вы можете сказать о масштабах этой репрессивной машины Лукашенко? Ну, репрессивная машина всегда была жестокой. Потому что в Беларуси это убивали лидеров оппозиции, начиная с 1999 года. Другое дело, что вот под этот молох репрессий попадали в основном политически активные граждане. Люди, которые открыто выступали против этого режима. А вот уже в 2020 году мы увидели, что масштаб репрессий огромен. Почему? Потому что, в общем-то, все общество восстало в этот раз против Лукашенко. Не только там политически активная демократическая оппозиция, но и все слои общества. Люди сказали, все, хватит, нам надоел этот режим. Мы хотим жить в нормальной стране, где есть меняемость власти. И, ну, таким образом масштаб репрессий приобрел, конечно, такой размах. И нужно отметить, что при активной поддержке, конечно же, российского режима. То есть, если бы не было, конечно, такой поддержки Кремля и все эти годы, в общем-то, то я не думаю, что режим Лукашенко бы задержался в Беларуси почти на 30 лет. Наталья, есть новости еще о том, что сейчас в Беларуси в закрытом режиме начали судить рельсовых партизан из Бобруйска. Скажите, все вот эти задержания, в том числе и таких смелых и отважных людей, о которых я сейчас говорю, о рельсовых партизанах, как, возможно, оно повлияло на партизанское движение? Живо ли оно? Ну, вы должны понимать, что украине сложно в сегодняшних ситуациях, в Беларуси, в сегодняшних условиях сопротивляться. И те белорусы, которые совершали вот эти партизанские акты, ну, они, безусловно, и герои. Многие из них, конечно, были арестованы. К счастью, не все. Я думаю, что будут продолжаться какие-то диверсии в связи с нахождением на территории Беларуси российской армии. Но я бы не делала ставку сегодня на партизанское движение в Беларуси, поскольку оно не может быть объективно пока в настоящее время широкомасштабным. А больше бы обратило внимание на белорусских добровольцев, которые сегодня воюют в Украине. Я считаю, что необходимо развивать на базе полка Калиновского более крупные военные подразделения. И таким образом это больше поможет сегодня Украине. Да, и, наверное, стоит отметить, что буквально в этот четверг, 26 января, в Киеве пройдет марш памяти погибших за Украину белорусов. Этот марш запланирован будет проходить в центре Киева в день рождения героя Украины, белоруса Михаила Жизневского, который погиб, мы помним, при каких обстоятельствах, в 2014 году на Майдане. Кроме того, этот марш пройдет в память о 33 белорусах, о которых известно, которые погибли, защищая свободу Украины. Наталья, а сколько сейчас в целом белорусов воюют на стороне Украины? Вам известно? И в полку Калиновского, и в других белорусских подразделениях в различных частях ВСУ можно говорить, что сегодня воюют несколько тысяч белорусов. Я думаю, что их число может быть большим, если особенно будет именно вклад в развитие этих белорусских подразделений, если они будут переведены на север. И белорусы поймут, что участие в этих военных действиях в Украине могут привести к освобождению, в том числе и впоследствии Белоруссии. То я думаю, что число белорусских добровольцев будет расти. А белорусы всегда были вместе с украинцами на всех Майданах. И во время Оранжевой революции, и во время Евромайдана. И с 2014 года воевали в зоне АТО на Донбассе. И, конечно же, когда 24 февраля 2022 года началась война России против Украины, тысячи человек поехали в Украину, чтобы защищать вашу страну. И мы также понимаем, что судьба нашей страны, она сегодня решается в Украине. Спасибо большое всем белорусам, которые сейчас воюют на нашей стороне в интернациональном легионе, которые действительно борются против этих режимов. И еще о режиме. Не можем с вами не обсудить это ужасное видео того, как Лукашенко сейчас позирует перед камерами и катает оккупанта, якобы вот этот круг почета, который он устроил на ледовой арене. Наталья, что вы скажете об этих кадрах и об этом событии? Ну что, это абсолютно пропагандистский трюк. Он рассчитывал на то, что его покажут в том числе по украинским телеканалам. Вы попались, вы показали. Но нужно же понимать, что Лукашенко преступник, Лукашенко убийца. Лукашенко сегодня соучастник преступления в Украине в том числе. Поэтому, ну, а чего вы ожидали? Естественно, он поддерживает Россию полностью в этой войне. Превратил Беларусь в полигон и плацдарм российской армии. И, конечно же, вот эта пропагандистская акция, она тому подтверждение. Не, ну он кому-то хочет поднять боевой дух и среди белорусов. Я не знаю, собственно, этой всей технологии. Смысл? Ну, доказывает свою лояльность Путину. Еще раз показал, что да, он марионетка в этой войне. Мы же знаем, что огромное количество и российских военнослужащих, и в том числе вот этих самозванцев из ДНР, ЛНР, спокойно приезжают в Беларусь, проходят там лечение, живут. Там лечатся в санаториях. Ну, это нормальная практика для российского сатрапа. Давайте вот еще что обсудим с вами. Российские СМИ сейчас разгоняют удивительно странную и смешную новость. Пишут о том, что Киев и Варшава готовят ядерные удары по Крыму и Минску. И в своих же статьях рассказывают о последствиях для мира, если такие взрывы произойдут. Пишут об этом кремлевские СМИ, которые работают по методичкам. И как вы считаете, для чего это российским и белорусским читателям? Удары по Крыму и Минску тактическим ядерным оружием. Очередное нагнетание ситуации, что вот-вот и НАТО нападет. Ну, конечно же, нагнетание ситуации. Другое дело, что никто безумной пропаганде не верит, конечно же. Опять же, нам не стоит независимые медиа распространять эти нарративы. Они этого и добиваются. Тем самым тоже же делаем важную работу. Мы развеиваем эти мифы и даем понять вот таким людям, которые, возможно, попадают под этот вал пропаганды, понять, что это не так. Ну, разумные люди это прекрасно знают. Они понимают, что это все абсолютное вранье. Естественно, идет нагнетание ситуации. Идет попытка оправдать собственные действия. То есть преступные действия, нападение на Украину, которые сегодня продолжаются, вот уже почти год. Поэтому, конечно же, они будут выдвигать все более безумные какие-то теории, что на них хотят напасть. Но это неизбежно. Так делают все агрессоры. Да. И сегодняшняя новость. Лукашенко заявил, что ему предлагают якобы заключить пакт о ненападении с Украиной. Кроме этого, накануне он подписывал решение об охране государственной границы. Вновь звучали удивительные заявления. Госпогранкомитет Беларуси заявлял, что основные усилия в охране границы сосредоточены на украинском направлении, а также на участках внимания, где возможно возникновение новых внешних вызовов. А в Генштабе Беларуси заявили, что об угрозах, рисках и вызовах на юге нашей страны тоже есть эти вызовы. Но это в очередной раз это королевство кривых зеркал. Да, абсолютное королевство кривых зеркал. Я увидела сегодня, конечно же, эту новость о пакте ненападения. Единственное, что я не заметила, было ли опровержение с украинской стороны этого факта. Но Лукашенко, кстати, вот при всем своем безумии, да, и я очень люблю его комментировать, естественно, потому что это бессмысленно и патологично, но с другой стороны он иногда проговаривается. И я очень надеюсь, что на самом деле ни о каком пакте, а не о нападении между Беларусью и Украиной, речи быть не может. Потому что надеюсь, что украинские власти прекрасно понимают, что Лукашенко верить нельзя. Вспомните, как накануне 24 февраля лукашенковские чиновники, сам он лично, его министр обороны, уверяли украинских руководителей о том, что не будет нападения с территории Беларуси. Мы увидели совершенно обратное. Поэтому ни в коем случае, конечно, никаких договоренностей с режимом Лукашенко заключать нельзя, верить ему нельзя. Необходимо только ужесточать санкции и понимать, что это абсолютно недружественный режим. И пока в Беларуси правит диктатура Лукашенко, всегда будет угроза для Украины. Да, и стоит, наверное, отметить, что все мы ждем спецтрибунала для военных преступников. В Варшаве возле посольства России на аллее жертв российской агрессии состоялся перформанс по проведению такого международного трибунала над военными преступниками. Давайте посмотрим кадры у нас есть. Как Лукашенко, Лавров, Шойгу и Путин были в этой клетке. Организатор акции, лидер Варшавского Евромайдана Наталья Панченко подчеркнула, что таким образом участники перформанса обращаются к мировому сообществу. Цель акции – ускорить процесс создания трибунала, который по-настоящему осудит преступников, ответственных за полномасштабную агрессию России против Украины. Наталья, а насколько важны такие акции? Не, ну очень важны, потому что они оказывают давление на правительство и парламенты европейских стран. И действительно очень важны сейчас акции солидарности и украинской диаспоры, и белорусской диаспоры с целью оказания давления и с призывом к Западу усилить и помощь Украине. Сейчас мы знаем, что Украина ждет тяжелое вооружение, танки с Запада. И ускорить проведение спецрибунала против преступников Путина и Лукашенко. И усилить санкции против диктатуры в Беларуси. То есть, да, это замечательные акции, их надо проводить, конечно. Наталья, спасибо вам большое за ваши комментарии, за вашу позицию, за этот разговор. Наталья Радина, главный редактор сальта Беларуси Хартия 97, была с нами в эфире Freedom.